Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сёстры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование книги Священного Писания и Исход на интернет-портале экзегет.ру. И с вами сегодня снова я, Солодков Андрей Иванович, преподаватель Николы Перервинской Сретенской Духовных Семинарии Российского Православного Университета. Итак, мы исследуем книгу Исход и на прошлом занятии мы рассматривали 24 главу, где говорилось о том, что Моисей вошел в облако, вошел на гору Синай и провозглашал в 20, 21, 22, 23 главах законы для устроения общества израильского. Народ израильский, как мы с вами видели, вышел из египетского рабства. Теперь он стал народом свободным, и свободному народу была необходима его конституция, которая, в общем-то, была ему продиктована Богом. Мы видели и завершили на таких словах, что Моисей, 24 глава, 17 стих, вступил в середину облака и взошел на гору, и был, Моисей, на горе 40 дней и 40 ночей. Мы видим, что здесь упоминается о том, что Моисей находился на горе Синай в течение 40 дней, получая законы от самого Бога и впоследствии, как уже было сказано, передавая их народу. Свидетель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу, цитата, «Видишь вред от невоздержания. Посмотри теперь на благотворные действия поста. Проводя 40 дней в посте, великий Моисей удостоился получить скрижали закона. Когда же, сойдя с горы, увидел он беззаконие народа, о чем будет сказано в дальнейшем, то бросил эти скрижали народа, полученные с таким усилием, и разбил, считая невозможным, чтобы пьянствующим и поступающим беззаконно народ получил заповеди Господа». Конец цитаты. То есть здесь святитель Иоанн Златоуст как бы делает некий пролог вперед, что потом произойдет с народом. Действительно, в 32 главе, до которой мы с вами с Божьей помощью дойдем в чтение Священного Писания, увидим, что народ отошел от Бога, несмотря на то, как мы говорили с вами на прошлом занятии, что обещал, что мы не отступим и все слова повеления твоего исполним. Мы увидим, к чему это приведет, такая самонадеянность. И мы читаем с вами далее 25 главу, которая говорит о повелении Господа Моисею о постройке святилища, скинии. Далее говорит о ковчеге завета, как правильно его устроить, как правильно устроить стол в святилище в храме ветхозаветном и как расположить светильники. На первый взгляд, казалось бы, когда читает человек без истолкования отцов в церкви, не прибегая к святоотеческому учению, он, читая эти строки, думает, ну, какое это дело имеет по отношению ко мне сегодня, что это значит, какая разница, как был устроен храм ветхозаветный. Но надо сказать, что для каждого православного человека это имеет огромное значение, потому как тот храм, который был Моисею, показан, это был прообраз небесного храма. И по образу небесного храма устраивался ветхозаветный храм. И сегодняшняя архитектура православного храма – это, в общем-то, тот храм, который Моисею был написан как образ небесного. Некоторые заблуждаются в этом вопросе и говорят, когда пришел Христос, вот якобы завеса раздралась в храме надвое и закончилось храмовое богослужение. Это неправда, это заблуждение закончилось принесением жертвы, то есть агнца и других жертв кровавых, потому что пришел сам Христос и пролил свою кровь и дал нам новый завет, который в его крови. Но само храмовое богослужение, оно не завершилось как таковое. Об этом мы, например, можем увидеть, очень легко запомнить. Всегда советую обращаться и на наших занятиях иметь у себя под рукой тоже священное писание, для того, чтобы визуально нужно было в этом убедиться. И вообще хочу сказать, что проверяйте, кто что говорит. Мало ли кто что наговорит, мало ли кто он преподаватель, доктор или профессор богословия. Все надо проверять. К этому я вас призываю. Вот смотрите, Евангелие от Луки, 24 глава, 53 стих. Сказано, что ученики после вознесения Христа на небо, так и сказано в 53 стих, пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. То есть храмовое богослужение не закончилось, прекратились лишь жертвоприношения, которые указывали на жертву Христову. И мы читаем с вами с первого стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилю, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, червленую, и весон, и козью шерсть, и кожи барани красные, и кожи синие, и деревья сетим, и лей для светильника, ароматы для елея помазания, и для благовонного курения, камень аникс, и камни, вставленные для иофода, и для наперстника, и устроят они мне светилище, и буду обитать посреди них все, как я показываю тебе, и образец скини, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Мы видим, что то, что было показано Богу Моисею, как я уже сказал, это образец небесной скини. Надо сказать, что отцы церкви, они все без исключения говорят, что устройство храма, это прообраз того храма, о котором Христос уже говорит. Новом Завете, и апостол Павел в частности. Апостол Павел, например, в посланиях к Коринфянам, 1 Коринфянам, 3 глава, 16 стих, пишет, «Разве не знаете вы, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» И послание апостола Павла, также к Коринфянам, 6 глава, 19 стих, пишет то же самое, «Что тела ваши, суть храма, суть храма, живущего у вас Святого Духа». Для достоверности снова призываю открыть, в общем-то, это несложно, послание апостола Павла к Коринфянам, 1, то есть 3 глава, 3 глава, 16 стих, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» И 6 глава, 6 по 19 стих, «Не знаете ли вы, что тела ваши, суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» То есть, видим, что отцы церкви говорят о прообразе, который был в Священном Писании, как о архитектуре, как о необходимости постройки храма, и то, что богослужение не заканчивается, и храм необходим, но также большее внимание обращается, что храм – это не просто бревна, храм – это не просто штукатурка, храм – это не просто кирпичи. «Вы – храм Духа Святого», так говорит апостол Павел. И в этом смысле, когда мы с вами молимся перед учением молитвы «Царю Небесному, утешителю души истины, и живя Десея и Ся исполняя, сокровища для их жизнеподателя, приди и вселисивны и очистины от всяких скверных, и спаси блажа души наши», мы обращаемся к Духу Святому как Личности, Третьей Постасией Святой Троицы, чтобы Он вселился в нашу жизнь и управлял нашей душой. Есть такая русская пословица, которая до сих пор жива, говорят человек, ну это человек без царя в голове. То есть, что это означает? Кто царствует в нашем теле, кто царствует после Дня Пятидесятницы? Дух Святой. Без царя в голове – это значит не человек, не управляемый Духом Святым, а управляемый своей похотью и своими страстями. И в этом смысле, например, можно увидеть, скажем, у Григория Великого, святителя, да, двое слова, есть такие слова, он пишет по поводу шерсть голубую, пурпурую, червленую, все это прочитали, нам кажется, ну зачем все эти такие подробности, а церковь видели в них очень много духовного смысла и назидания. Вот, например, святитель Григорий Великий, цитата. Для украшения скинии приказано приносить дважды окрашенную червленную шерсть, чтобы пред очами Божиими наша любовь к Богу окрасилась также любовью к ближнему. И тот по правде любит себя, кто чистой любовью любит Создателя. «Стало быть, тогда ткань окрашивается дважды, когда дух воспламеняется любовью к себе и к ближнему от любви к истине». Конец цитата. Очень важные слова, особенно для сегодняшнего современного понятия священного писания и людей, которые стараются ее понять как-то там сами собой, на уровне своих чувствах и руководствуясь своим субъективным каким-то личностным откровением. Наверняка многие из вас слышали, как люди искажают и интерпретируют эту заповедь, которая гласит «возлюби ближнего твоего, как самого себя». И они говорят, ну сначала надо возлюбить себя, а потом уже научиться любить ближнюю. Вот эту ложь здесь обличает святитель Григорий Двоеслов Великий. Смотрите, как он говорит. «И тот по правде любит себя, кто чистой любовью любит Создателя». Видите? «Тот любит себя, кто чистой любовью любит Создателя». «Тот любит себя, стало быть, тогда ткань окрашивается дважды, когда дух воспламеняется любовью к себе и к ближнему». И заметьте, «от любви к истине». Что значит «от любви к истине»? Если бы не было этих слов, последних двух, «от любви к истине», можно было бы приложить этот эгоистический постулат возлюби сначала себя, а потом ближних. Но он говорит «к себе и ближнему от любви к истине». Любовь. Только у Христа можно научиться, о которой сказано «долготерпит», «не завидует», «не превозносится». Вот у кого мы научаемся истине любви. Видим, казалось бы, такие мелочи, шерсть голубая, пурпурно-черленная, но отцы церкви видели в этом глубокий духовный смысл. Поэтому, изучая Священное Писание, мы снова и снова с вами обращаемся к Отцам и Учителям Церкви. Это очень важно для нашего пути к спасению в Царстве Божьем. Далее, 25 глава, 5 стих сказано «Всё сделайте, как я показываю тебе, и образец кинии, и образец всех сосудов так и сделайте». По этому поводу делает своё замечание Ефрем Сирин. Цитата. «И сказал, всё, как я показываю тебе, и образец кинии, так и сделайте. Заранее называют её образцом из кинии временной, давая понять, что она даст место церкви. Церковь же, как образ совершенный, пребывает вечно. И чтобы они чтили её, потому что она образ кинии небесной». Конец цитаты. То есть, та скиния, которая была тогда временная, она так и называлась, скиния временная, которая указывает на церковь, о которой Христос так и скажет в Евангелии от Матфея, 16 глава, 17 стих, на исповедание Петра, за кого почитают меня. Апостол Пётр от лица всех апостолов исповедует «Ты Христос, Сын Бога Живого». И тогда Христос произнесёт эти слова «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют её». Я всегда, и свидетель Анселла Тауст на это делает акцент. Я всегда говорю об этом. Читайте внимательно. Христос не говорит о том «Создам церкви мои, и врата ада не одолеют их». А Он говорит «Создам церковь одну, мою, и врата ада не одолеют её». Апостол Павел в послании к Ефесинам в 4 главе так и скажет. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Господь. Мы видим, что здесь устраивается скиния, и Бог повелевает Моисею полагать некие основания. Там будут и камни, там будут и шесты для того, чтобы эту скинию соорудить. Апостол Павел впоследствии скажет о вечной скинии, которая пребывает всегда, о которой сказано врата ада не одолеют её. Если даже сам ад захочет вратами войти в церковь, она неодолима. Потому как церковь – это не просто, снова повторю, архитектурное сооружение. Церковь – это люди, входящие в неё посредством таинств, составляющие некий живой организм. Как сказано об этом в Священном Писании апостолу Павла, что церковь – есть тело Христова, а Христос – глава церкви. Это соединение неразрывное церкви и Христа. Невозможно верить в голову, отделившись от церкви. Это будет кощунственное исповедание веры, это будет кощунственное богословие. Верить в голову, в отдельности от тела. Поэтому апостол Павел так и пишет в первом послании к Коринфянам, 3 глава, 11 стих. Он говорит, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос – и основатель, и основатель, и основание церкви. Для того, чтобы создать какую-либо другую церковь, для этого снова Христос должен прийти в этот мир, снова должен умереть, пострадать на кресте, воскреснуть, избрать апостолов и так далее. Такого события мы не видим. Итак, Ефрем Сирин подчеркивает, церковь же, как образ совершенный, пребывает вечно. И чтобы они чтили ее, потому что она – образ скинии небесной. Мы знаем, что есть церковь земная, воинствующая, прежде всего, со страстями и с грехами, и церковь небесная, торжествующая. Церковь земная – это начало Царствия Божия на земле. Это единственный доступ. Единственный доступ ко Христу через таинство, в котором мы можем соединиться со Христом. Я здесь был недавно в миссионерской поездке на острове Сахалин, и там собралось много молодежи, но в том месте, где они собрались, это был небольшой профилакторий, километров, наверное, 70 от Южно-Сахалинска, там не было то, что называют сегодня интернетом и Wi-Fi. И когда они сидели, я говорю, ну вы же все умные, можете набрать, что такое то-то понятие, там, крещение, покаяние на других православных сайтах. Они говорили, а у нас нет доступа. Правильно, нет доступа. Точно так же таинство Христовое, крещение, исповедь, причастие – это доступ ко Христу. Нет этого доступа. Человек может много возмущаться. Говорит о том, а мне это неинтересно, я не хочу. Пожалуйста, не вводи тот пароль, да, и не получишь доступа. Так же и в духовной жизни. А Церковь позволяет нам приводить такие примеры, они говорят, если что-то непонятно, переводить на язык более человеческий, то, что касается откровений и тайн Божих. Поэтому Ефрем Сирин так и пишет. Церковь же, как образ совершенный, пребывает вечно. Начало вечности здесь на земле. И далее мы видим с вами 25 глава, описывает с 10 по 22 стих устройство самого ковчега. И мы рассмотрим некоторые стихи, например, 16, сказанные «Положи в ковчеге откровение, которое я дам тебе». Да, сделай ковчег из дерева сетим. Ну, если с 10, посмотри стиха. Длина ему два локтя с половиной, ширина устройства. Обложи его чистым золотом. Внутри, снаружи, покрой сверху золотом, сделай венец. И отцы церкви тоже, как я и говорил сразу, они видят в этом духовный смысл. Ну, казалось бы, какой можно увидеть духовный смысл, скажем, где сказано, что с 12 по 14 стих «выли для него четыре кольца золотых» «И утверди на четырёх нижних углах его, два кольца на одной стороне его, два кольца на другой стороне его сделай из дерева сетим, шесты и обложи их чистым золотом, вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. И когда читатель будет читать, не обращаясь к отцам, он скажет, ну какой это, нет никакого интереса, я не прораб, скажет, меня архитектура мало интересует, я больше интересуюсь духовной жизнью». Снова повторю, отцы церкви видели в этом духовный смысл. Вот смотрите, опять святитель Григорий Великий пишет так. «Кольца и шесты церкви». Цитата. «Что означает ковчег? Как не святую церковь? К нему велено присоединить в четырёх углов четыре золотых кольца, потому что церковь распространяется на четыре стороны света, а также без сомнения преобразуется, что она будет окружена четырьмя книгами святого Евангелия, шестые делаются из дерева сетим, и для ношения вставляются в те же кольца, потому что следует искать учителей крепких и надёжных, как негниющее дерево. Известно, что дерево сетим негниющее. Как негниющее дерево, которое, будучи всегда приданное изучению святых свитках, провозгласят единство святой церкви. И слово шесты, словно шесты, вставленные в кольца, понесут ковчег, в котором есть откровение, как мы видели, положено закон Божий. Ибо ношение ковчега на шестах означает, что добрые учителя, проповедуя, будут изъяснять святую церковь костным умам неверных. А то, что велено обложить их золотом, означает, что, звуча словом для других, сами они будут светить сиянием своей жизни. Конец статы. Вот такой духовный смысл увидел здесь святитель Григорий Великий. Двое слов. Мы видим, что он говорит о учителях верных, которые способны будут, не повреждая слово, евангельское боговестие, проразгласить людям, которых он называет умам неверным. Умам неверным. И далее говорит, что золото означает их чистоту жизни. Ну где мы можем найти таких людей? Кто может поквасаться безупречной своей жизнью и чистотой? Я думаю, что только отцы церкви. Именно у них мы должны находить истолкование этих таинственных мест священного писания. Кто думает как-то иначе, и думать, толковать священное писание своим умом, это не что иное, как претензия на святость и безгрешность. И то, о чем говорит здесь, что жизнь его уже сияет, как безгрешная. Кто говорит, что без греха, сказано в 1 Иоанне, 7 глава, первое послание апостола-евангелиста Иоанна, 1 глава, 7, 8, 9 стих. Кто говорит, что без греха, тот и лжец, и нет в нем правды. Поэтому будем обращаться за истолкованием, и таким богатейшим, как мы видим, истолкованием к Отцам Церкви. Также Григорий Великий здесь видит и два завета. Здесь говорится о поставлении херувимов в 18 стихе. И сделай из золота двух херувимов. Вот что он пишет, цитата. Поэтому два херувима, которые покрывают крышку, смотрят друг на друга, повернув лица крышки. Ибо херувимы означают полноту, познание. И что означают два херувима, как не два завета? И что означает крышка, как не воплощение Господа? О котором говорит Иоанн Богослов. 1 Иоанна, 2 глава, 2 стих. Он есть умилостивление за грехи наши. И мы читаем далее, конец цитаты, 25 глава, 23-40 стих. Здесь говорится о устройстве стола и светильников. Например, в 30 стихе сказано о хлебах приложений, что необходимо полагать хлебы приложений пред лицом моим постоянно. Здесь указание на святую Евхаристию. Христос о себе говорил, я хлеб, сшедший с небес. Также сказано о трех светильниках в 32 и 33 стихе. Вот что видели в этом отцы церкви. Ну, например, 25 глава, 29 стих сказано. Сделай также для него блюдо, кодильницы, чаши и кружки. Тоже Григорий Великий, кстати, говорит о двух типах проповедников. Пишет так, цитата, «Мы знаем, что для скиней Божией не только чаши, но по повелению Господней так же и кружки были сделаны», пишет святитель Григорий Великий. «Господню так же кружки были сделаны, ибо чаши означают изобилущее учение, а кружки – малое и ограниченное знание. Одни полны учений истины, напояют души слушающих. Это, конечно, тот, о ком сказано, что он принес чашу. А другое то, что он чувствует, исполнить не в силах, но поскольку как бы то ни было, он это малое возвещает. Конечно же, он дает пить из кружки. Стало быть, вы поставлены в скиней Божией, то есть в Святой Церкви. Если не можете подносить чаши познания учений, то насколько способны по щедрости Божией давайте ближним вашим кружки благого слова. И на какое расстояние вы считаете себя в силах продвинуться, берите с собой других, стремитесь иметь спутников на пути Божьем». Конец цитаты. То есть здесь как бы свидетель Григорий дает ответ людям, которые говорят о том, что «я не могу благовествовать, я не умею говорить, вот то ли дело другие». Он говорит, насколько можешь, одни могут из чаши напоить переполненные, а ты, если можешь, поделись тем, что есть, тем, что имеешь. Казалось бы, такие вещи, но такие указания дают отцы церкви и видят в этом такой таинственный смысл. Итак, мы видим, что здесь все глубоко символично, и Священное Писание, и много аллегорий, которые видят здесь отцы церкви, устроение скиней Божией. В этом смысле отцы церкви и учителя дают нам право на аллегорическое толкование, и сами его, как мы видим, приводят. Есть принцип изучения Священного Писания. Сначала мы изучаем буквально, для нас интересен в первую очередь буквальный смысл Священного Писания. Когда же заканчивается буквально это истолкование, то мы прибегаем и к аллегорическому такому истолкованию Священного Писания. Мы знаем, что было две школы, Антиохийская и Александрийская. Антиохийская школа призывала именно всегда к буквальному пониманию, а Александрийская школа призывала в большей степени к аллегорическому истолкованию. Но то и другое вместе дают достаточно полное восприятие Священного Писания. Главное, чтобы мы держались всегда одного с вами принципа согласия отцов. Субтитры создавал DimaTorzok